Рукиохон провела всю жизнь в узбекском городке Учкуприк. Здесь же вырастила детей, но теперь с ней остался только младший сын. Старший, как и его сёстры, уехал на заработки в Россию. Найти работу в Узбекистане очень сложно, а зарплаты мизерные. «Когда они уехали за границу, их дети были совсем маленькими. Малыши часто плакали, потому что скучали по родителям». Благодаря заработкам старшего сына младший выучился на врача и работает в Узбекистане. Но денег не хватает. «Мы с мужем держим медоносных пчёл, чтобы получить хоть какие-то деньги. Младший сын работает в больнице, но у него есть и небольшой бизнес, который приносит дополнительный доход. Зарплата здесь и там разная». Руки Ахон – одна из многих, кому пришлось на долгие годы расстаться с детьми из-за повальной безработицы. Многие не хотят уезжать, но вынуждены идти на это, чтобы прокормить семьи. Бывшая учительница Шахнос живёт в Москве пять лет. В 2011-м директор школы уволил её за то, что женщина не поделилась зарплатой. «Надо было с ним найти общий язык каким-то образом. То есть, надо было отдавать мою зарплату, а я не смогла отдать. Потому что у меня в семье, кроме меня, никто не работал. И я обеспечивала семью». Помимо этого, Шахнос нуждалась в деньгах на лечение тяжёлой болезни. Два года она пыталась устроиться в другие узбекские школы, а также просила аннулировать увольнение, но всё безуспешно. Сейчас бывшая учительница работает в Москве уборщицей и считает такую смену профессии сильным душевным ударом. Кроме того, узбекские мигранты говорят, что на них смотрят свысока как в России, так и на родине. За несколько последних десятилетий за рубеж уехало почти три миллиона узбеков. Это шестая часть общей рабочей силы страны. Такая ситуация ставит экономику Узбекистана в зависимость от российской и делает её чувствительной к колебанию курса рубля.